Все больше людей начало замечать, что с нашим миром творится что-то странное, что-то, что не вписывается в привычный порядок вещей. Изменились даты исторических событий, биографии известных людей, слова в популярных песнях прошлого, крылатые фразы любимых героев кино и мультфильмов, и даже политических деятелей. Более того, произошли серьезные преобразования в географии нашей планеты. Накопившиеся наблюдения уже не спишешь на плохую память или причуды человеческого мозга. Помимо новых громких примеров эффекта Манделлы, сегодня мы окунемся и в личный опыт зрителей, поделившихся на нашем канале своими удивительными переживаниями, связанными с этим феноменом, и хотя бы немного постараемся приблизиться к его разгадке. Недавно блогер Палунна с приветом поделилась в сети наблюдением о том, что героиня легендарного мема Канди Бобер на самом деле не говорила фразу «Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?». В оригинальном ролике женщина в красном головном уборе отвечает на вопрос журналистки о редких именах. Видео было записано в 2010 году на площади Якуба Колоса в Минске. Оказалось, что многие пользователи Рунета отчетливо помнят фразу, сказанную этой колоритной женщиной, которая начиналась со слов «Имя Ибрагим». Послушаем же, что сейчас говорит героиня. «Ибрагим, вам что-нибудь сговорит?» «Прекрасное имя. Аллах Акбар» Одним из доказательств того, что раньше фраза звучала по-другому, служат мемы разных годов, в которых упоминается именно эта фраза. Выше описано является достаточно убедительным подтверждением эффекта Манделы, но лично для меня стал большим откровением совершенно другой факт – граничащий с шоком. Олени вдруг стали всеядными и даже начали охотиться на мелких животных, поедая их. Более того, оказывается, практически все травоядные поедают животную пищу, хотя, как мы все знаем, их пищеварительная система совершенно не приспособлена для поедания мяса. Как вам такая Мандела? Изменения в окружающем мире действительно происходят. Другое дело, почему это происходит и что приводит к такому эффекту. Независимые исследователи в большинстве случаев причиной эффекта Манделы называют эксперименты «со временем» и в первую очередь использование лаборатории физики высоких энергий для открытия пространственно-временных «врат». Так это или нет, доподлинно неизвестно. Однако, это самая логичная и правдоподобная версия, объясняющая то или иное изменение реальности, если только мы уже не находимся в какой-то компьютерной виртуальной симуляции реальности, которой нам подменили реальный мир. Но что тогда произошло с тем, нашим, прежним миром, и как мы здесь оказались? Вот что по этому поводу думают зрители нашего канала. Зачитаю несколько цитат. «У меня были ощущения, что что-то не так с нашим миром. Как будто мы попали в параллельную вселенную, только здесь реальность чужая и мир вокруг серый. Эта реальность более агрессивная, именно природа. Все вокруг неестественное, чужое, чувство это прямо на подсознании. Что-то мне кажется, что это не эффект Манделы, а кто-то изобрел машину времени. Похоже, либо меняют декорации и перепрошивают ботов, что мне ближе, либо мы смещаемся в другие слои реальности». Эффект Манделы происходит не из-за игрушечного коллайдера, а наоборот. Коллайдер нарисовали, чтобы всякие метаморфозы трансцендентные хоть как-то объяснить, а коллайдер – такая же пустышка, как, не к столу будет сказана, космическая программа. Первая цветная фотография появилась в 1861 году. «Куда я попал? Верните меня туда, где небо синее, солнце желтое, а люди добрые». Всем нам еще со школы знакомы теорем Пифагора, но Пифагор прославился и как философ. По Пифагору душа приходит с небес тела человека или животного и воплощается до тех пор, пока не получит право вернуться обратно. Философ утверждал, что помнит свои предыдущие воплощения. «Быть может наш мир – это модель мира предков, которая создана нашими отдаленными потомками? Наша реальность такова, какой она выглядела в настоящем мире много лет назад. Не исключено, что наше физическое тело всего лишь виртуальная иллюзия, и мы существуем в виде волновых фантомов. Отсюда и теория перерождений душ. В каждом фантоме заложена программа, согласно которой он живет определенное количество времени, а затем умирает и возрождается в новой виртуальной оболочке. Один из наших зрителей написал «Те, кто это делает, поставил себе задачу свести мир с ума. Я верующий человек и замечаю, что даже в Писании есть изменения. Похоже, что мы дожили до апокалипсиса». Автор могу подкинуть тему для Манделл. Практически все древние картины и скульптуры имеют изменения. Например, «Писающий мальчик». Все помнят, что это был белый мальчик, а теперь какой-то наглый, с похабной улыбкой негретенок. И действительно, как оказалось, эффект Манделлы добрался даже до библейского Моисея. В настоящий момент он выглядит совершенно не так, как все мы привыкли его представлять. Посмотрите на изображение пророка. В этой реальности он, видимо, всегда имел рога, и так изображался бесчетное количество раз на статуях у античных мастеров и в средневековых картинах. Вы когда-нибудь видели именно такого Моисея раньше? Я никогда. Тысячи россиян, которые в советские годы были детьми и помнят, как в середине 80-х вышел на экран очень страшный фильм по сказке Гауфа «Карлик Нос». Но позднее так и не удалось выяснить, что же это был за фильм. Ни одна из трех экранизаций, на тот момент демонстрировавшихся по советскому телевидению 1953, 1970 и 1978 годов, не оказалась той самой. Некоторые энтузиасты даже пытались разыскать в киноархивах копию жуткого фильма, но так и не обнаружили ее. И еще один пример эффекта Манделлы. Оказывается, хорошо известная всем фанатам фильма «Матрица» фраза «А что, если я скажу тебе, что все, что ты знал раньше, было ложью, никогда не произносилось Морфеусом и никогда не звучало с голубых экранов?» А теперь несколько личных примеров эффекта Манделлы, которыми любезно поделились зрители нашего канала в комментариях. Помню фильм «В бой идут одни старики», легендарная песня «Клён». «Как-то утром на рассвете». «Теперь как-то летом на рассвете». «Да нет, не может быть, утром, утром, всегда так помню, везде в поисковиках, утром». Точно помню, как рекламу конкурса на съемки фильма «В космосе. Вызов» показывали в апреле 2020-го на Первом канале, когда все сидели на карантине. И в том же году, в октябре 2020-го, «Ракета» с актерами и съемочной группой отправилась в космос. Даже музыку ППК «Воскрешение» добавил в закладки в браузер, после того, как услышал ее в рекламе в апреле 2020-го. Теперь же, в 2023-м, когда до выхода этого фильма в прокат остается чуть меньше недели, решил найти снова эту рекламу. На Ютубе лишь один ролик, выложенный в апреле 2021-го. И поискав в «Нейти инфу», когда ракета полетела в космос, оказалось, что это было в октябре 2021-го. Как такое возможно? 2018-й год, трасса Е4, Москва-Ростов. Из Москвы ездил в Каширу. Платный участок начинается сразу после съезда на Броннице. До Кашира останавливался и платил два раза, чтобы не платить третий, и съехал раньше. На десять километров побольше, но по деньгам сэкономил. То же самое обратно. Через два месяца по ней Е4 возвращался из Липецка. Говорю «Парни, готовим бабули». Два человека в один голос «Закрыли полтора года назад. Успокойся». На КПП два месяца назад кипела жизнь. Теперь занесенные дорожной грязью, когда-то белого цвета КППшные павильончики с окнами, закопченными от Нагара с дороги. Одна дорога и две реальности. Я заплатил денег, но еще раз убедился в фальшивости и иллюзорности этого мира. Они не платили и живут в другой реальности. В сентябре прошлого года Банк оф Америка Мэрол Линч заявил свои записки для клиентов. Вероятность того, что наш мир – результат компьютерного моделирования равняется приблизительно 20-50%. Пытаясь обосновать свою оценку ситуации, Банк ссылается на концепцию, выдвинутую известным ученым и предпринимателем, главой корпорации SpaceX и Tesla Илоном Маском. Он предположил, что в обозримом будущем люди начнут взаимодействовать с электронным интерфейсом посредством нейрокружева – специальной прослойки, вживленной прямо в кору головного мозга. Нейрокружево позволит людям перерабатывать большие массивы данных с огромной скоростью. Один из первых его прототипов был создан в 2015 году, когда американским исследователям успешно удалось вживить такую систему в мозг мышей. Но если людям уже удалось создать нейрокружево, то почему бы не предположить, что его придумали еще раньше? Ведь, как говорится, все новое – хорошо забытое старое. «Денег нет, но вы держитесь» – пожалуй, одна из самых известных фраз экс-президента России Дмитрия Медведева, которая широко разошлась по сети с 2016 года. И здесь закрылся эффект Манделы, на самом деле Медведев ее не произносил, хотя она и достаточно точно передает смысл сказанного. Оригинальное заявление было сделано в мае 2016 года в Крыму, и это был ответ на вопрос одной из местных жительниц об ошибках при индексации пенсий. «Просто денег нет, значит, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Очередная Мандела. Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Реклама стирального порошка «Тайт» стала мемом еще до того, как слово «мем» в принципе появилось в разговорном сленге, а за 20 лет приобрела статус «легендарный» и одну из самых узнаваемых за десятилетия нулевых. Но вот кто говорил эту коронную фразу? Многие запомнили рекламу 2002 года, в которой якобы проводится спонтанный эксперимент, хозяйки предлагали не кипятить вещи ради их белизны, а стирать их порошком «Тайт» с Андреем Малаховым в главной роли. Обсуждение этого вопроса во всемирной паутине вышло настолько всенародным, что реагировать пришлось самому Андрею. В своем телеграм-канале он сначала написал «Новый день, новая теория заговора, даже не знаю, отвечать теперь или поддержать интригу», но потом все же признал. Не снимался, не сошлись в сцене, а они назло взяли двойника. Двойником ведущий ток-шоу на российском телевидении назвал актера Владимира Тишко. Именно Владимир несколько лет ходил по квартирам домохозяек и боролся с кипячением вещей. Следующая мандела напрямую связана с историей государства российского. Частенько в российском обществе можно услышать о том, что императрица Екатерина II продала Америке часть нашего государства – Аляску. Есть и такие, и кто уверен, что Аляску продал Владимир Ленин, чтобы погасить долги только зародившегося союза. Ни то, ни другое – неверно. Аляску продал в 1867 году император Александр II. Известно, что некоторые воспоминания, особенно травмирующие, наш мозг способен вытеснять в подсознание. Недавно был проведен научный эксперимент, показавший, что с помощью определенных лекарственных препаратов можно заблокировать производство белка, ответственного за хранение воспоминаний в так называемой «долговременной памяти». Того же эффекта можно добиться, используя технологии внушения и компьютерной симуляции. В таком случае, если нашей реальности в самом деле результат моделирования, то, значит, и воспоминания можно модифицировать с помощью изменения компьютерной программы. Почему бы и нет? И в завершении этого видео БЛИЦ – марафон наиболее удивительных историй, произошедших с пользователями всемирной паутины и зрителями нашего канала. «Словещие мертвецы» или «Армия тьмы» – фильм есть. Ждал брата в гости, чтобы фильм показать, который мы знаем наизусть. Спрашиваю его, помнишь концовку? Говорит, да. Он и покупал этот диск. Описывает концовку, как этот чел со средневековья возвращается в наше время, стоит в магазине, в котором работает, и рассказывает сотруднице, как он там чудил. И вдруг появляется ведьма из прошлого с тележкой. Ну и Лясим Триасим, он ее, конечно, гасит в конце с дробовика и хэппи-энд. Я его выслушал и говорю, что я тоже помню это именно в такой версии. Ставлю фильм, показываю концовку, он на меня смотрит и говорит – это что, новая версия? Я ему говорю – нет, это эффект Манделлы. И ту версию, которую мы ее помним, мы уже никогда не найдем. И выражение в фильме «Хороший, плохой, главное у кого пушка» тоже поменяли слова. Кто помнит этот фильм, просмотрите его еще разок. Картина Воснецова «Аленушка» – ужасное лицо. Всегда в школе писали сочинения по этой картине и писали про печальную девушку, которая смотрит в воду и вызывает сострадание. Сейчас эта картина вызывает только ужас и внутреннее отторжение. Отверстие в мече у родины мать сделали в семидесятые, чтобы нагрузку и паросность от ветра убрать, ибо цельные листы титана смещались, и это могло привести к разрушению, по крайней мере, в этой вселенной так. А в моей меч всегда был без отверстий. Статья в журнале «Кругозор» – ничего не понимают. 13-летняя школьница Наташа Порывай – солистка группы «Мираж»? Как это понимать? Что это? В 1987 году 13-летняя юная Наташа Порывай – Наташа Королева – участвовала в песенном конкурсе «Шире круг», и только потом, спустя пару лет, ее заметил Игорь Николаев. Тогда только ее карьера начала свой путь. Какой «Мираж»? Кто эти люди? Мои эмоции через край. Я специально искал ролик про этот эффект. Я знал о нем давно, но никогда не думал, что он произойдет со мной. Я вчера был у мамы в гостях и вспомнил о старой кожаной куртке, оставленной когда-то у нее. И когда открыл шкаф, я просто замер. Она была низкого качества. Но теперь она вообще не напоминала кожу от слова «совсем». И что еще безумнее, изменился ее цвет, который стал другим. Единственное, что осталось прежним – это рисунок подкладки, иначе я бы сказал, что куртка не моя, так как даже фасон немного изменен. Да и еще не хватало на левой манжете кнопки, застежки. Короче, я в шоке, это сильно волнует, когда происходит с тобой, а не в мониторе. Я был в серьезной аварии, и теперь думаю, может, я в ней все-таки умер. И это другая реальность, или не так, другая симуляция, потому что я еще не сошел с ума. Я точно знаю, первое – цвет, второе – материал, изменились. Первый раз столкнулся с этим после падения башен близнецов в США. Тогда произошло это девятого, а не одиннадцатого сентября. Одиннадцатого – день рождения жены, а падение было до этого. Когда первый раз услышал про одиннадцатое, стал искать в инете, тогда еще в Рамблере, и был удивлен. Одно время фигурировали обе даты, затем девятое пропало, а осталось только одиннадцатое. Хорошо это помню, потому что даже пытался найти ответ в разнице часовых поясов и так далее. Об эффекте Манделла тогда еще не было известно, поэтому эффект подсознания, в моем случае, отсутствует. Меня недавно удивило, что передача на СТС «Галилео» начала выходить в 2007-м. До этого считал, что смотрел ее, когда учился в школе. Школу закончил в 2003-м. В 2007-м я работал и учился в академии, и когда я успевал смотреть эту передачу, я хэзэ, прям не сходится никак. История эта случилась лет десять назад, судя по возрасту моего сына на фото, но обнаружила я ее пару месяцев назад. Нашла я старую флешку и решила посмотреть, что там. А там было много фоток и несколько фоток, где мой сын гуляет с одной собакой, рядом с нашим домом и где эта собака спит вместе с ним на кровати у нас в квартире. Только вот ни я, ни он не помним эту собаку, совсем не помним. Не знаем, что это за собака и откуда у нас взялась. У нас было много собак, но у меня своего рода негласное правило, что все наши собаки – это породистые собаки. И как бы всех помню, а здесь на фото вот типичная дворняжка, притом нехилого такого размера. Сейчас сыну шестнадцать лет, и мы, когда нашли эти фото, мы реально смотрели друг на друга с открытыми ртами и круглыми глазами, типа «Да ну нафиг! Что за собака? И откуда она взялась?» Это на самом деле странно. Просто нет никакой информации в голове про эту собаку, никаких флешбеков, ничего, а фото есть. Не так давно команда психологов из Уорикского университета Великобритании экспериментальным путем доказала, что можно искусственно сформировать у людей ошибочные воспоминания, причем большинство будут убеждены в их истинности. Четыреста двадцать трем добровольцам рассказали о вымышленном событии, якобы пережитом ими в детстве. Чаще всего речь шла о розыгрыше школьниками, не учителя или об участии в каком-то публичном мероприятии. Затем испытуемых попросили вообразить рассказанное в деталях. Протконец им предложили тест, в ходе которого они должны были отличить ложные воспоминания от подлинных. В итоге 30,5% объявили имплантированные воспоминания настоящими. Еще 23% заявили, что такие события действительно имели место, но детали были другими. В настоящее время уже существуют видеоигры с элементами дополненной реальности, взять тех же покемонов. Есть технологии, которые помогают наложить виртуальную реальность на настоящую. Рано или поздно виртуальная реальность полностью сольется с настоящей. Но если человечество смогло создать систему виртуальной реальности такого уровня, то где гарантия, что мы уже не находимся внутри таких систем? Упомянутый ранее Илон Маск надеется на то, что мы действительно живем в симуляции. Если бы это было иначе, человечество могло бы уже давно погибнуть в результате какого-нибудь глобального катаклизма. Либо мы создадим неотличимые от реальности симуляторы, либо изоляция прекратит свое существование, — говорит он. А пока наш мир все еще полон тайн и загадок. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее.